МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на телеканале Интекс программа ПОСФАКТУМ. Мы расскажем о том, что произошло в нашем регионе за последнее время. Пьяный водитель микроавтобуса развил пять машин и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В нюансах инцидента разбиралась наша съемочная группа. Сотрудники госавтоинспекции в Барановичах задержали нетрезвого водителя, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия. Около полуночи 28 марта в ОДС Барановичского городского отдела внутренних дел поступил звонок от горожанина, который сообщил, что на улице Притыцкого недалеко от магазина Олеся водитель Фольксвагена въехал в припаркованные автомобили и скрылся с места происшествия. На место ДТП незамедлительно выехал экипаж ГАИ. Сотрудники увидели несколько автомобилей с характерными повреждениями. Всего в аварии было повреждено четыре машины. Рено, джип, опель и форд. Кроме того, на месте ДТП остались значок от Фольксвагена и номерной знак автомобиля виновника аварии. По горячим следам правоохранители на одной из улиц города задержали скрывшегося с места ДТП водителя. Им оказался 37-летний местный житель, который 27 марта около 23.50 управлял автомобилем. Фольксваген двигался по улице Притыцкого. Во время движения мужчина не справился с управлением автомобилей и совершил столкновение с припаркованными автомобилями, после чего покинул место ДТП. Установлено, что в момент управления транспортным средством водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Результаты освидетельствования показали 0,99 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. Как пояснил мужчина, около 23.00 он действительно употребил алкоголь, а через 40 минут решил съездить в аптеку. В момент движения отвлекся и въехал в автомобили, а испугавшись наказания, решил тут же сбежать. В отношении водителя составлены административные материалы, в том числе за управление в состоянии опьянения и оставление места ДТП. По итогу, за совершение ДТП виновник получил штраф в размере полбазовой величины, а за то, что оставил место ДТП и скрылся, он лишен прав на три месяца. За то, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, он получил штраф в размере 50 базовых величин и лишение прав на три года. Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. На дороге необходимо быть предельно внимательными и сконцентрированными, чего нельзя достичь под воздействием алкоголя. Помните, спиртные напитки и руль несовместимы. В Ляховичском районе автомобиль сбил косулю. Дорожная авария произошла 29 марта рано утром. По предварительной информации, 44-летний житель Ляховичей, управляя автомобилем Ситро-Н, двигался по автодороге Р4 Барановичи-Ляховичи. На 9-м километре выше указанной дороги водитель совершил наезд на внезапно выбежавшее дикое животное. В результате ДТП косуля скончалась на месте происшествия. Автомобиль получил механические повреждения. 30 марта на улице Брецкой произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди. Подробности аварии в нашем следующем сюжете. В Барановичах в дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель. От тяжелых травм участников аварии уберегли ремни безопасности. Дорожная авария произошла 30 марта поздно вечером около 22.06. По предварительной информации, 28-летний житель Барановичей, управляя автомобилем Ситроен Ксара, двигался по улице Брецкой со стороны локомотивного депо. Напротив дома номер 268 и продовольственного магазина он решил развернуться. Однако при выполнении маневра разворота он не занял крайнее левое положение на проезжей части, тогда как дорога на данном участке имеет по две полосы в каждом направлении движения. В результате этого он совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Киа Сорента под управлением 23-летнего местного жителя. От удара автомобиль Ситроен выбросило через встречную полосу на газон, а автомобиль Киа перескочил через газон и чудом не врезался в дерево. На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции, МЧС и скорой помощи. В результате ДТП водителя Ситроена сотрудникам МЧС пришлось доставать из автомобиля с помощью спецсредств. Вот в машине человек здесь. Его с травмами госпитализировали в больницу. Согласно полученной информации, у него перелом левого бедра и черепно-мозговая травма. Стоит отметить, что данный Ситроен был приобретен виновником ДТП несколькими днями ранее. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает водителям и пассажирам об обязательном использовании ремней безопасности. В случае дорожной аварии они спасут жизнь и помогут избежать серьезных травм. Кроме того, госавтоинспекция обращает внимание водителей на тот факт, что любой маневр на дороге должен быть безопасным и выполнен в соответствии с правилами дорожного движения. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Барановичи-Ляховичи. Авария произошла возле поворота на деревню Коньки Ляховичского района. Черный внедорожник на большой скорости врезался в заднюю часть легкого автомобиля «Мерседес». На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции, МЧС и скорой помощи. Подробности аварии устанавливаются. 30 марта около 11.10 на улице Кирова произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на светофоре, где грузовик МАЗ остановился, тогда как ехавший за ним белый микроавтобус Рено среагировать не успел и врезался в грузовой автомобиль. Машины получили механические повреждения. Еще одно дорожно-транспортное происшествие случилось днем 30 марта на улице Советской. Подробнее в следующем сюжете. К сожалению, большинство из нас очень часто забывают, что элементарная спешка вкупе с невнимательностью может иметь серьезные последствия, а зачастую выигранные пару минут в результате спешки могут стать причиной значительных последствий. Доказательством тому стала очередная авария, которая произошла днем 30 марта на перекрестке улиц Советской и Комсомольской, прямо возле здания горисполкома. Легковой автомобиль Фиат серого цвета стоял перед светофором на улице Советской, ожидая, когда загорится на светофоре стрелка зеленого цвета. Именно в этот момент водитель легкового автомобиля «Лада» красного цвета поворачивал налево с площади Ленина на улицу Советскую. Когда автомобиль повернул на Советскую, прямо на его пути появился Фиат, и все, что успел сделать водитель «Лада» — это принять правее, в результате чего его автомобиль заскочил на бордюр и задел правую заднюю часть Фиата. Как пояснил виновник аварии, водитель красной «Лады» он поворачивал налево, а когда увидел впереди другой автомобиль, решил притормозить. Однако нога соскочила с педали тормоза на педаль газа, и автомобиль, вместо того, чтобы остановиться, продолжил движение вперед. Пытаясь уйти от столкновения, водитель вывернул руль, в результате чего заскочил на тротуар и задел впереди стоящий автомобиль. Стоит отметить, что вместе с виновником аварии в «Ладе» ехали еще и жена и дочь. К счастью, в аварии никто не пострадал. Ребенок находился в автокресле и был пристегнут. Госавтоинспекция напоминает, что за рулем автомобиля необходимо быть предельно внимательными, стараться избегать спешки и резких маневров, и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Серийный вор из Барановичей задержан в Дятлова. На Гродничине сыщикам удалось задержать вора-домушника из Барановичей. Еще с конца 2019 года в Дятлова началась серия квартирных краж. По похожему почерку преступлений стало понятно, что к ним причастен один и тот же человек. В феврале оперативники вышли на 36-летнего барановичанина, который в дни совершения преступлений появлялся в Дятловском районе. В одном из эпизодов злоумышленник проник в дом в районном центре, но в это время вернулся хозяин жилища. Вору ничего не оставалось, как уйти через окно, но по воле случая его заметил проходивший мимо милиционер. Сотрудник передал приметы преступника и проследовал за ним. Вскоре злоумышленника задержали оперативники уголовного розыска. При нем были похищены белорусские рубли и более 2000 долларов, а также золотые украшения. Вечером того же дня с заявлением в милицию обратился хозяин украденного. Оказалось, задержанный ранее судим за кражи из домов, а последнюю семилетку провел в местах лишения свободы и нигде не работал. При этом купил новое авто, которое зарегистрировал на брата. Предположительный ущерб от его действий составляет более 60 тысяч рублей в разной валюте и ювелирных изделиях. В Барановичском районе в дачном кооперативе сгорели две постройки. Пожар произошел 28 марта в одном из домов дачного кооператива «Эскулаб» недалеко от железнодорожной станции «Железница». Когда к месту происшествия прибыли спасатели, хозпостройка в одном из дворов была полностью охвачена огнем. Пламя могло переброситься на соседнее строение. В результате пожара два хозяйственных строения полностью сгорели. Также повреждена кровля дачного дома. Пострадавших в результате происшествия нет. Причина возгорания устанавливается. В Барановичах огласили приговор местному жителю за ТТП с тяжелыми последствиями. Авария произошла вечером 24 декабря прошлого года. Водитель сбил женщину, переходившую улицу по нерегулируемому переходу. В результате пешеход получил тяжкие телесные повреждения. Суд признал местного жителя виновным. Подробности далее. Суд Барановичского района и города Барановича огласил приговор 27-летнему местному жителю за дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями. Напомним, авария произошла вечером 24 декабря 2019 года. Обвиняемый на автомобиле Volkswagen Vente сбил 35-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как установило следствие, водитель не учел дорожные погодные условия и двигался со скоростью, которая не позволила ему уступить дорогу пешеходу. В результате ДТП женщина получила тяжкие телесные повреждения. 24 декабря, управляя своей автомашиной, принадлежащей ему на праве собственности, не применил внимательных мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства и, двигаясь по улице Бреской, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Обвиняемый вину в совершении данного преступления признал в полном объеме. В судебном заседании обвиняемый нам пояснил, когда двигался по улице Бреской, подъезжая к пешеходному переходу, навстречу двигалась автомашина с включенным светом фар, что затруднило ему видимость обзорной дороги. В связи с этим, подъезжая ближе к данному пешеходному переходу, он не увидел потерпевшую, в связи с этим произошло столкновение. В результате потерпевшей были причинены тяжкие телесные повреждения, в результате которых она находилась на излечении в городской больнице. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 317 Уголовного кодекса, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев в исправительной колонии в условиях поселения. Также он на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. С обвиняемого также будет взыскана денежная компенсация в размере 10 тысяч рублей в пользу потерпевшей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. В Барановичах нашли снаряды времен Великой Отечественной войны. Находку обнаружили недалеко от предприятия «Барановичи Коммун Теплосеть», рядом с магазином «Новый». Снаряды выкопали во время проведения земляных работ недалеко от предприятия. К месту происшествия прибыли специалисты саперно-перотехнической группы войсковой части 7404. Сначала из земли выкопали один боеприпас, во время дальнейшего обследования территории обнаружили второй. Найденные 152 и 76-миллиметровые снаряды пролежали в земле со времен Великой Отечественной войны. В настоящее время боеприпасы уничтожены. Это все, что мы хотели рассказать. Оставайтесь с нами и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok